Ребята, всем привет! Новый влог, и это не обычный влог, типа Дорога на дачу или День Москве. Это влог из Дивеева, с нашего путешествия, довольно-таки долгого. Мы первый раз поедем так долго на машине с ребёнком. Обычно мы ездим на дачу максимум, поскольку мы ехали долго с ребёнком в машине, мне кажется, было там два с половиной часа, может, около трёх. Сегодня нам предстоит проехать 4-4,5 часа с учётом каких-то остановок. Сейчас показывают 4,08, да? Вчера мы приехали на дачу к моим родителям. У нас полный багажник разных вещей. Мы едем на две ночи в Дивеево. Мне бы хотелось этот влог сделать помимо того, чтобы интересным, каким-то, знаете, расслабляющим, как посмотреть на досуги. Также хотелось бы сделать информативным. Поэтому сейчас, когда мы заправимся, возьмём где-то кофеёчек. Я почитаю разную информацию в интернете про место, куда мы едем, чтобы вам было интереснее смотреть этот влог. Потому что я как бы знаю, что мы едем на святые места, в храм, да, Зай? Да. Такие очень, довольно-таки, стильные места. И очень... Чего купаться будешь? Ты купаться будешь? Да. Я нет. Я не буду прыгать. Пророк буду. Но, в общем, сегодня вас ждёт очень достаточно. Восточнее Серафима Саровского ты зря не будешь. У меня с собой даже ничего... А, я не могу у меня вообще эти дни. А. Не буду я никуда прыгать, не декупаться. Анютка может прыгнет. Да. Да. Я ни разу не была в Дивеево, но очень давно, если честно, хотела туда съездить, потому что даже Слава... Ты уже сколько раз там был? Раза два точно. Два-три, мне кажется, даже больше. Сколько я тебя знаю, периодически вы тоже там с мамой, с братом, в общем, любят тоже съездить, собираются в компании и вместе едут. Вот. У меня мама, наверное, тоже раза три точно была. Вот. Может быть, даже больше. Безумно хочу попасть в это место. Не знаю. Я в таких местах становлюсь более счастливой, и мне кажется... В общем, мне кажется, я уверена, что в таких местах всегда тебя слышат. Слышат твои молитвы, твои какие-то просьбы, возможно. Ань, Ань. Осторожно, ты реально. Я тебя так люблю. Кушай свою чепенюшку, и всё. У Ани пристает долгая дорога. Не знаю, как у неё будет настроение. Сейчас время 11.16. Я встала в 9. Для того, чтобы увидеть эту женщину. Я с собой взяла платье. Даже целых два. Вот такой костюм. И ещё у меня такой чёрный костюм. Поэтому, я думаю, просто доеду. Что в нём удобно, комфортно. Анюте я тоже взяла платье. Взяла также платок себе на голову, а не панамке. Ань, что делаешь? Аня, наверное, не выспалась. Что я её разбудила в 10, а мы в последние времена встаём в 11. Ну что, поделись. Вот это Аня уже сделала свои все важные дела перед дорогой. Если вы понимаете, о чём я. Вот. Поела кашку. Фруктики поела, ванночку. Сейчас наслаждаются вкусным печеньем. Мама сделала бусерброды в дорогу. Много. Она всё ещё, возможно, их стоит и делает. Короче, мы просто решили выехать пораньше, потому что мы 100% будем останавливаться. Хотя откуда мне знать. Просто дело в том, что сейчас, в ближайшие 3 часа, Аня точно не должна спать, так как она только проснулась. И, может быть, она уснёт как раз за час до того, как мы приедем. Вот. Это, в принципе, было бы неплохой вариант. Чё, вся печенье, Ань. Песня какая-то. Это песня про печенье. Ну, что ж ты наделала? Что же ты наделала? Скушала печенье. Вся измазалась. Меня не измазывай. Меня не измазывай. У тебя целая сумка разных классных вещей. А у мамы всего три нарядницы. Поняла? Поняла? А если поцелую? А если я съезти печенье, то и съем. Ай, сместной папа. Ай, я тебя так обожаю. Я вот такую книжку купила. О, они таких миллиард. Есть ещё. Такой вот классный песок. Хочешь погладить песок блестящий? А ещё заказала вот такие книжечки. Очень хочу с малышом заниматься. Хочу быть хорошей мамечкой. Изучать разные формы с малышом. Вот взяла как раз дорогу. Может быть, будет Анюта смотреть. Но ей так неохота учиться. Вся мать. Там у нас дома ещё куча книг. Я взяла именно вот такие. Которые маленькие. А есть ещё побольше. Ну, понятно, может быть, это Ирана. Всякие буквы и цифры. Так прикольно всё показано. Короче, ещё мы только не взяли в дорогу. Кофе нам делали 100 тысяч лет. Три человека. Я даже не выдержала, прокомментировала вслух. И нам сказали, типа, извините, всё-всё-всё, сейчас будет. Вот. Из-за славянных принципов мы там не стали заправляться. Мы заправляемся на другой заправке. Я знаю, я знаю. Папа хотел заправиться здесь. Поэтому сейчас мы с Аней сидим в душной машине, в которой очень жарко, потому что нет кондиционера. Слава заправляется. Я говорю, почему нельзя было там заправиться? А ему там не нравится. Не нравится ему там. Ладно, это на самом деле всё мелочи жизни. Это, типа, те мелочи бытовые, из-за которых мы иногда со Славой не ругаемся, а так вот, типа, ой, ну что, было сложно там заправиться? Что за фигня? Ну, как бы всё. И проехали. То есть это, как, знаете, такой повод для мини-конфликтов в семье, но эти мини-конфликты иногда, может быть, даже добавляют перчинки вашим на шею. Короче, я уверена, у всех есть свои какие-то такие приколдессы. Ань, покажи свой модный телефон. Покажи, какие кнопки у тебя там есть, какие мелодии, рингтонс. Маме надо показать. Вот, у Ани есть такой телефон. Алло, нам ещё долго ехать, да. Четыре часа. Аня что-то грустит, не знаю. Дать ей трубочку? Да, сейчас. Ань, возьми, пожалуйста, трубочку. Возьми, тебе звонит баба. Алло, алло, говори. Алло. Алло. Как же жарко. Алло. Алло, алло. Алло, алло, алло. Мяу. Мяу. Вивочка осталась на даче. Вместе со всеми остальными животными за ними присматривает наша бабушка. Она тоже осталась на даче. Вот. Так что, понятно, в такую поездку Виву бы брать. Ну, уж нет. А ещё мы в июне улетим отдыхать в Турцию. Мы планировали поехать в Грузию в июне но так вышло, что у нас... Тут там орёт, надеюсь, в порядке. Так вышло, что отель нас приглашает именно в июне в Турцию. Пока ещё не знаю, насколько по времени. Мы ещё не взяли билеты, не выбрали даты. Просто делюсь, потому что этот влог, я думаю, выйдет тогда, когда мы уже, скорее всего, плюс-минус определимся, а то и вообще определимся. Что ты хихикаешь там? Два раза определиться с тобой. Ань, тебя люблю. Поешь на море, ладно? Будешь кайфовать. Зайка. Я уверена, что сейчас в комментариях найдутся люди, которые будут что-то осуждать. Но как бы бог вам судья. Как раз мы едем в святое место. Не надо никогда никого осуждать. Я делилась у себя в блоге, что мы планируем поехать в Грузию в июне, потому что в мае... Вообще, мы хотели в мае поехать, но астролог сказала, что нежелательно ехать нам в мае, потому что мы можем болеть и так далее, и так далее. На самом деле, действительно, в мае мы... Ну, не сказать, что болели, но был такой момент, что мы могли как бы заболеть. И... Ну, такое. Короче, было что-то такое. В общем, не знаю, верить в это не верить, но в любом случае мы решили, что в мае мы не поедем. И решили, что поедем в Грузию в июне. Но какие на то есть разные причины, почему мы сейчас решаем поменять местами. Первое, это то, что нас пригласили в отель в Турцию именно в июне. Это во-первых. А во-вторых, например, мой отец со своей семьей планирует поехать в Грузию в сентябре. Не факт, что мы вместе прям поедем, мы пока сами не понимаем, потому что у Славы могут быть дела в сентябре, а может быть, нам надо будет и вместе уехать. В общем, я пока не знаю, что будет. Но то, что мы поедем в Грузию либо в сентябре, либо в конце августа, в общем, примерно в такой период, вот, мы просто поменяем местами. Потому что у нас какой был план изначально? Сначала поехать в Грузию, потом поехать в Турцию. Типа, когда мы со Славой ездили на свадебное наше путешествие, мы как раз попадали, получается, конец августа, начало сентября. Погода была хорошая, всё было супер-купер-классно, всё как бы нам нравилось. Но сейчас, получается, в июне, там, не знаю, в середине июня, может быть, мы поедем. Погода в Турции, конечно, тоже должна быть просто пушка. Вот. Но как бы основное, наверное, здесь повлияло то, что именно нас отель приглашает. Я, с одной стороны, могу понять мысли этих людей, кто осудил меня за то, что уже прошло два года, как моего дедушки нет. И я ещё до сих пор не была в Грузии на его могиле. Я поделилась у себя в Телеграме и где только не рассказала, что для меня это морально тяжело. И осудили даже за то, как я переживаю свой горе, так скажем. Я понимаю, что, может быть, это неправильно, хотя я знаю, что его нет, потому что мой дедушка раньше в моей жизни присутствовал практически 24 на 7. Ну, то есть мы с ним каждый день созванивались. Даже когда вот он жил в Грузии, мы созванивались, всегда виделись, ну, хоть по видео, но виделись. А последние два года, ну, понятно, в моей жизни этого нет. И, конечно, я понимаю прекрасно, что дедушки нет. Но от того, что дедушка похоронен в Грузии, у меня есть такое чувство, знаете, что он живой, просто он в Грузии живёт. Ну, то есть, конечно, я понимаю, что это не так. Но в какой-то степени мне так нравится думать, потому что это приятнее, чем думать о том, что просто его нет. Вот. Хотя, конечно, я знаю реальность эту грустную. В общем, и мне прийти на могилу у дедушки не знаю. Я не знаю, какие у меня будут эмоции, если честно. И, конечно, для меня это очень всё волнительно. Вот. Но то, что это нужно сделать обязательно и туда попасть, это понятно. Но как кто-то правильно написал, что наши родные... Короче, как сказать? То, что я помню дедушку, вспоминаю его каждый день. Там в церкви обязательно свечку поставлю за упокой души его. То есть это, мне кажется, важнее, чем то, что я, грубо говоря, ещё не была на могиле. Хотя, конечно, ну, я думаю, это тоже важно, как бы попрощаться вот таким образом. Вот. Но нету в Грузии ничего такого, что заставляло бы меня, скорее, знаете, туда торопиться. И, например, отказаться от предложения отеля в Турции, полететь, отдыхать. Мы, возможно, всей семьёй. Ну, типа, знаете, это как... Если бы там был мой живой дедушка, то я бы, конечно, думаю, вообще бы всё переиграла. И хотела бы сначала поехать к дедушке, к живому. А учитывая, что меня там, по сути, никто не ждёт, ну, как бы, знаете, я лучше со своей семьёй съезжу на море, отдохну. Тем более, что, как я уже сказала, приглашение, ну, как бы, чё, вас каждый день приглашают в Турцию кайфануть, отдохнуть. Ну, ладно, пусть спит, какая разница? А, ты не спишь? Ты предатель! Ты предварялась, что ли? Актриса! Я тебя люблю так. Очень тебя люблю. С правой глазки. Отдыхай. Отдыхай. Спи, Гукель, спи. Очень я сейчас хочу поехать на море именно вот в Турцию. И мы так и хотели в этом году поехать в Турцию отдыхать. И несмотря на то, что мы были в Дубае, но всё-таки в Дубае мы нормальные, если честно, так и не покупались в этом заливе. Вот, потому что было очень холодно. И, честно, я не ожидала то, что будет так холодно. И вообще... Короче, мы думали, что будет более тепло. Вот мне для того, чтобы я отдохнула так, чтобы скучать по дому, вообще не хватило. То есть мне бы ещё хотя бы вот реально три ночи. Вот, ну, не хватило мне этих трёх ночей. Поэтому в Турцию мы точно планируем поехать побольше. Очень интересно будет почитать комментарии под этим влогом. Я думаю, что будет много разных всяких комментосиков. Потому что мне часто пишут, когда я говорю что-то про Бога. Ну, как бы я, если что, не пропагандирую ничего, да, что кто, что должен верить, абсолютно нет. Просто делюсь своей жизнью. И кто-то верит, кто-то не верит. Мне кажется, вообще это давно должно было перестать темой для споров, потому что нужно просто принимать, что у всех разные позиции. И вот и взгляды, и вера, конечно же. И вот люди у меня в комментариях никак не могут принять то, что я как бы верю в Бога, хотя Библия не, как это сказать, не то, что запрещает. Ну, типа и то, что я верю в астрологию, что это вообще уму непостижимо. Ну, я ещё и в пришельцев верю. Я тоже. И Слава тоже верит в пришельцев. Мы ещё со Славой верим и убеждены, что нами сверху управляют, что мы это вообще симуляция какая-то. Ну, то есть вперёд, давайте осуждать. Да, мы сумасшедшие. Но, как бы, блин, всё равно, как бы, у всех своё. Знаете, кто-то не верит в Бога, но при этом верит в то, что есть вот просто какая-то, какие-то высшие силы, вселенные. Да, то есть каждый это по-разному называет. Я верю, например, в астрологию, потому что я на себе это испытала, я знаю, как это работает. Для меня астрология, вот то, что мне обычно астролог говорит, это как будто бы немножко подглядеть в, как будто в, не знаю, даже не знаю, как это правильно сказать, чтобы это было нормально. Ну, вот если представить, что на каждого человека есть какая-то книга с его судьбой, с его предназначением, с его каким-то, не знаю, типа, что его ждёт в этой жизни, и вот представить, что эту книгу там Бог написал, не знаю, и вот это как будто бы астрология подглядеть в эту книжку чуть-чуть. Это неправильно, скорее всего. Но, например, для меня астрология — это в какой-то степени терапия. И раньше я рассказывала, у меня был страх, что я не могу иметь детей, потому что я очень сильно хотела детей. Мы с моим братом Гошей тоже болтали вчера об этом. Он сказал, что он боится, что вдруг он не может иметь детей, хотя он очень хочет детей, и я говорю, это нормально, потому что когда ты хочешь сильно ребёнка, у тебя, конечно, есть страх, что вдруг не получится, вдруг не будет. Но всякое, конечно, в жизни бывает, понятно. Астрология — это как бы немножко подглядеть. И вот то, что я про детей начала говорить, у меня был страх, что вдруг у меня не будет ребёнка. Ещё в девятнадцатом году я у астролога спросила, и она сказала, что у меня будут дети. Она сказала, что первая, у меня должна родиться дочь. Вот, и, ну, типа, она меня не удивила, потому что я так всю жизнь думала, что у меня первая должна родиться дочь. И вот мы с мамой болтали, я говорю, я буду в шоке, если у нас второй ребёнок тоже будет дочь, потому что я уверена, что должен быть сын, так как у нас так всегда идёт по жизни. Ну что, это не они же? Они. Они? А, они что, на этой машине поехали? Конечно. Круто. А что они нас обогнали, офигели? У меня так переживание сильно, что она так лежит, моя зая. Надо купить этот на голову. Я видела, как-то цепляется и голову придерживает малышам. Вот это единственный минус вот таких автокресел уже для детей постарше. Нам всего осталось 3.20. И я уверена, что в комментариях будут люди писать, типа, как ты можешь верить в это, как ты можешь верить в то, ты вообще странная. Может быть. Может быть, я странная, но мне так нравится. Я так верю. Это то же самое, что, знаете, я верю в Бога, но это не значит, что я каждое воскресенье хожу в церковь, например. Для меня не это вера, типа, прийти в церковь. Конечно, я хожу в церковь, но не сказать, что часто. И я не ношу крестик, хотя раньше одно время я носила, и перед родами, по-моему, я носила, и рожала я, по-моему, тоже с крестиком. Вообще, говорят, что нельзя, чтобы что-то было на шее во время родов. Но мне кажется, у меня так все быстро началось, что мы даже ничего не успели не очухаться. Ничего, короче. Ничего не снять, да и как-то я не знала, что нельзя, мне никто ничего не запрещал. Короче, суть не в этом. Мы поехали, я ставлю камеру на зарядку, почему-то у меня здесь не очень много заряда. Буду допивать кофе, может, присяд вперед к Славе, не знаю. И смотреть просто на дорогу. Так, кто-то здесь просмелся. Мамочка, мамочка, все у тебя завесила, чтобы тебе солнышко не стучало. Я тебя так обожаю. Я тебя так обожаю. Ты что, мамину конструкцию портешь? Хочешь в окно смотреть? Можно мама здесь будет сидеть? Спереди. Маме так весело спереди. Давай, Ань, привыкай уже. Надо как-то это ребенка воспитывать. А то вообще развал ее. Тем, что мама сзади сидит постоянно как клоун веселень. Так, мы едем. Все наше лобовое стекло в кишках, в мясе, в общем, в этих всех мошках. Нам, кстати, осталось ехать всего каких-то там 2 часа. Не знаю, видите вы. Конечно, это прекрасное небо. Спереди, кстати, едут мои родичи. Вот так вот прикольно мы едем камбашкой. Небо вообще восхитительное просто. Шалишь? Я немножечко тщадую. Шалишь, Ань. Хочешь огушку? Нашла печенье у себя где-то и жуешь. Давай огушу не выпилишь. Нет. Ань, огушу бы выпить уже. Будешь? Зая, а ты что-нибудь знаешь про Тевеева? Можешь рассказать? Конечно. Очень древнее место. Ага. Очень много церквей. Да. Вот. И Мощи, дорожка есть вот эта. Серафима Саровского, да, Мощи? Мощи Серафима Саровского. Ну да, все едут. Я вот прочитала какую-то информацию. Но я и так как бы об этом слышала. Но не могу рассказать вам, как какие-то профессиональные. Нет, я тоже не какие-то профессиональные. Ага. Да. А вы думали такие. Там есть эта дорожка, канавка называется. Да, да, канавка. И по ней нужно ходить, читать молитвы. Я знаю такое. И моя мама тоже рассказывала. Ну и Слава тоже в курсе, конечно. В общем, когда ты приезжаешь в такое место, да и вообще в любом храме, церкви, на территории, к тебе могут подойти монашки, монахини, служители. Служители церкви, да, могут подойти и предложить тебе поработать. Эта работа может быть абсолютно любой. От того, чтобы там почистить лук до помыть туалет. И вот чем работа сложнее, так вот хуже, да, можно сказать, там туалет, например, помыть. Это самое лучшее. Тем лучшее. Помыть туалет, это самое лучшее. Да, это считается самой вообще высшей просто пилотаж. Сейчас кто-то смотрит, думает, типа, блин, что смотряешь. Никогда ни в коем случае, если вдруг вы оказались в таком месте, никогда не отказываетесь от такой работы, потому что считается, что если ты поработал, если к тебе подошли, предложили работу, ты поработал, то ты, ну, свои какие-то грехи, как бы, избавляешься. То есть ты делаешь какое-то такое доброе дело. Так интересно. Напишите, может быть, у кого-то была какая-то история, к вам подходили, предлагали какую-то работу, вы поработали. И что это была за работа? Да, кого-то просят в канавке в этой, наверное, посидеть. Может, там что-то почистить, я не знаю, сорняков. Я как себе эту канавку представляю. А там что за канавка? Классная канавка. Что это значит «канавка»? Ну, это так говорится, но на самом деле это просто дорожка. Я знаю, в такие места бывают, часто женщины приезжают, у которых не получается, например, забеременеть, или там, ну, здоровье все, вот, как выходят, просят. И я знаю много историй, что получается в итоге забеременеть, и, ну, там, то, о чем просят, тоже сбывается. У нас сейчас какой-то конкретной цели, знаете, типа поехать попросить, чтобы я сейчас забеременела, например, условно, такого нет. Мы просто едем, ну, просто здоровень, просто поездку такую. В любом случае всегда у каждого человека наверняка есть то, там, о чем он мечтает, или то, что для него важно в этой жизни, то, что он хочет попросить. Какие-то, наверное, самые базовые вещи, просто здоровье всей семьи, какого-то успеха, может быть, в своих каких-то начинаниях, или просто в своих делах. Мы как-то ездили в Ярославль, я помню, тогда кто-то даже написал, типа, что себе, едут ребеночка вымаливать, не может забеременеть, ну, такие, знаете, люди прям гнилые. И на самом деле тогда я была уже беременна, и у меня были не очень хорошие анализы, как раз первая беременность. И мы поехали еще для того, чтобы попросить, чтобы все было хорошо. И кто-то скажет то, что, ну, вот как же хорошо, у тебя же в итоге была там замершая беременность, такая история. А я думаю, что все равно все, что не делается, все к лучшему. И как бы так, может, даже и лучше, чем, если бы, не дай бог, был малыш с какими-то, не знаю, отволнениями или просто слабым здоровьем. Поэтому жизнь такая. Нужно как-то, не знаю, принимать какие-то события, возможно, и благодарить даже за какие-то тяжелые моменты в жизни, потому что ты никогда не знаешь, может быть, эта тяжелая ситуация, на самом деле еще легкая, и тебя эта тяжелая ситуация уберегла от чего-то еще более плохого. Вот, я всегда тоже стараюсь так думать и думать о том, что даже когда происходит что-то неприятное, ну, хочу думать о том, и думаю так всегда, у меня такой настрой по жизни, что, типа, я благодарю за это испытание, и думаю о том, что это испытание мне дали для того, чтобы я его, конечно, прошла, преодолела, но еще для того, чтобы уберечь меня от чего-то более худшего, например. Вот. Поэтому, мне кажется, правильно в какой-то степени так настраиваться на свою жизнь, потому что это, во-первых, помогает тебе не опускать руки, просто стараться как-то двигаться вперед, вот, ставить цели, не унывать, и вот так вот, девочки, заряжаю вас позитивом. Мне кажется, очень важно иногда услышать какие-то такие, знаете, слова, там, пусть это будет от меня, надеюсь, что я вас кого-то подбудрила сейчас, потому что бывает, ты находишься в таком сложном, запутанном состоянии, и как бы ты понимаешь, что нужно просто взять себя в руки, что это просто такой тяжелый период, и потом все будет хорошо, потому что не бывает так, что всегда только плохо, выходит солнце в какой-то период из-за туч, так скажем, вот, но иногда хорошо, что-то, смотри туда, все с ней нормально, если не плачет. Вот, иногда нужно услышать просто обычные слова, которые вы и так знаете, но просто еще раз, чтобы кто-то произнес, что все будет хорошо, что нужно в это верить. Че, Ань, я не хочу назад, там скучно. Сейчас я приду к тебе, приду. Ой, красота. Да, 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 да. М-м-м, круто. Как там красиво, с другой стороны особенно. Уже не на платной дороге, мы уже едем вот по таким интересным дорогам, деревням каким-то. помню, как мы ездили в Ярославль, и пока ехали, так интересно было смотреть, как люди живут. Нифига вы не там, не везти саппи. Она шорт включила. Это вот семейное. Ань, что ты там делаешь? Короче, конечно, вот так вот интересно смотреть, какие дома, как люди живут. Ну, тут просто дома. А-а-а-а-а. Все, мы уже, можно сказать, приехали. Нам минута осталась. Анюта включила мамин влог. Красиво. Ребята, дорога была просто жесть, но потом еще не дорога была. Кто ты хочет путешествия, маленький гномик? Так, мы приехали. Такой гостевой домик, как бы, с номерами. Вот наш номер. Ух ты, я не могу. О-ля-ля. Тут посмотри. Аня, да тут... А-а-а-а. Так это вообще целый делюкс-лакшери. А-а-а-а-а. Ань, прикол. Прикол, Ань? Опять вот кровать. Красота. Да, хороший усилевый. Чайник есть сейчас, Анютечке, подогреем еду. А микроволок, интересно, нет? Жаль. Я пошел носить. Справишься? Не знаю. Как-нибудь справлюсь. Ну, хорошо. Все прям, да, заносится? Да, да, все. У-у-у-у. Алло. Куда? Да мне вообще шикарно. Живем, живем. Все, сейчас Слава пойдет за нашими вещами. Слышь? Ты гугель. Любимый гугель. Гулять пойдешь? Все, сейчас. Ну вот. Все, раз. Эй. Мы пришли в кафе, заказали вот такую еду себе, здесь вот так вот это все выглядит, что здесь есть, вот я взяла себе крабовый салат, вот такой компотик Такие вот блюда, котлеты взяла себе с пюре Вот мама, вот Анютка, которая тут всякие финтифлюшки вытворяет, сейчас будешь суп кушать Хулиганиё, ай хулиганка, ай хулиганка Так, мы вышли за территорию домика, в которой мы остановились, и тут просто дофига всякой мошкары, тьфу, я прям не могу, я вот это вообще не люблю А кто тебе что написал? Мне кто-то из подписчиков написал, что типа покупайте что-то срочно от мошкары, потому что кого-то там сожрали прям Ну, ноги типа все покусанные Тут всякие, вот такие есть палатки с нарядами Так, что рассказывать, мы спустились, пока мы стояли на улице, нас начали жрать мошки Ну и понятное дело, надо было срочно бежать куда-то, покупать что-то от этих мошек Купили средства от мошек Камера почему-то опять лагает, чудная Пока дошли, все вспотели, мошки просто вся на нервах Маленький кукель, опять все самое красивое и интересное, пропускает, уже спит Так, ну ладно, мы нашли вход, он прямо напротив нашего дома, можно сказать Не пойму, хорошо я завязала или нет Эти мошки просто не дают мне наслаждаться жизнью Пошли к лавочке, зай Да, сейчас мы ей снимем тапочки, попшикаем ноги, пока она спит Это просто, я иду, я не могу дышать, мне кажется, они ко мне в ноздри заползают Зато сиреневкусно пахнет, и когда дует ветерочек, они как будто бы мошек отгоняют, эти ветерочки И сразу хорошо становится, так легко на душе Прям чувствую сразу, сразу, сразу Освобождаюсь от какой-то ярости Так, ну что ж, мы со Славой сходили Анюта здесь спала с моими родителями на улице Так что сейчас пойдем гулять дальше Представляете, Слава, Вова и мой брат Гоша идут работать, их попросили помочь Это очень здорово, я вам в машине об этом рассказывала Ой, дай бог Так, мам, расскажи, ты же тут тоже уже чем-то занималась Таким мало сработало Что делала? Один раз, первый раз мы приехали с бабушкой, а вот второй раз мы приезжали с мужем и с его другом, с его женой Нас попросили перебирать расторопшу Это был август, она уже была готова, сухая, и нужно было семечки выделять, да, из бутончиков сухого И мы сидели, наверное, ну час лишним, перебирали так, ну а тазика это расторопши Тоже к нам подошла монашка и попросила, и мы очень были рады, довольны, что нас попросили тут поработать И кто работал? Ты? Мы вчетвером, я, Вова, ну и его друг с женой, мы вместе были Вот, и мы сидели, перебирали расторопши И что это считается, ну как бы? Ну, считается очень хорошо, если тут попросят поработать, это прям вот благо такое Ну да, они ко всем подходят Так что, ну, мальчишкам повезло, к ним подошла в монахине, попросила их помочь Вот они пошли работать, а мы идем за ними Да, смотрите, как они работают Не, ну просто всё, мы одним коллективом Не, если нас попросят тоже поработать, мы с удовольствием Конечно У нас еще сонек есть, он с колясочкой постоит Да В общем, хорошо, хорошо, отлично здесь, погода прекрасная Только мошки Только вот мошка летает Но мама говорит, что так не всегда Ну вот мы здесь уже третий раз, честно, первый раз мы видим вообще мошку Мы приезжали в мае тоже, в прошлом году Не было вообще никакой мошки, но на самом деле и погода не была такая То есть было, может, градусов 16-18, вот так А сейчас вообще сегодня тридцатка Как будто мы в ЕСК приехали, на юг, на Черное море, куда угодно, в Турцию Вот, в общем, погода здесь прям такая-то летняя, жаркая, душная и мошка летает Сейчас хорошо, когда воздух Но это не страшно, мы же туда приехали с определенной целью, поэтому у нас никакая мошка не остановит Понятно, что не остановит, но в начале, когда мы только приехали, меня это, конечно, немножко под это самое Потому что они все летели на нас Я вот так вот зашла, меня попросили накрыться, дали мне платок Да, потому что я с собой взяла Анюткину, но я забыла более легкие Ну нельзя открыть платье, которое открывает руки И что? Никто мне ничего не говорил Я просто так, что А ну что? Ты видела, сколько для церкви продается? Пойдемте, что-нибудь купим Здесь, кстати, офигенный Здесь даже лед продается Я себе в прошлом году с костюм купила Ну я просто не юбка и накидка не на один из семей Не надо, не надо Ну просто ты же завтра пойдешь? У меня есть друг в наряд Закрытый есть Ну и что, куда мы побежали? Я не знаю Мы шли за нашими мальчиками, а они уже не знаем мы где Так, ребята, мы в номере с Аней Уже не знаю, сколько времени пришло, как наши мальчики нам не пишут, не звонят, не возвращаются Постоянно смотрю в окно Вот, кстати, там вход Через который мы заходили Мама сейчас должна выйти на улицу и посмотреть, как там мушкара Есть она там или нет, потому что мы надеемся, что они пойдут спать, эти мошки Потому что мы хотим пойти нормально и погулять, и нам надо в магазин ребенка купить всякого Вот, постелила Аню вот сюда Вот такой вот пледик с дивана Вообще, тут, кстати, не грязно Я взяла салфетку, начала всякое там протирать, где она играется и трогает И салфетка была чистая И даже на полу, там, где она сейчас находится, тоже протирала Аня, в принципе, не жалуется, ей весело Нехорошо, конечно, так близко к телевизор смотреть, да Ань, нельзя так близко смотреть Кто-нибудь на полу Короче Какое-то у меня странное состояние Состояние у меня такое, какое-то измученное Почему? Не, ну понятно, я сегодня не выспалась еще Аня ночью просыпалась, я встала в 9 И она прям плохо спала А-а-а-а Нет, все, все нормально Смотрю в окно в надежде, что увижу наших мужчин Они все не идут, и не идут, и не идут, и не идут Ой Главное, чем же они таким заняты, что даже не может никто смс-очку написать Неужели и правда не могут? Ну просто, типа, все хорошо Не знаю даже, что я вас жду От них Какой-то местечки Музыка 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 Только что мне написала Слава, что они закончили А я посмотрела, когда я ему написала, что мы пошли в номер Потому что нас сожрали мошки Я ему написала тогда, когда их забрали, а мы решили пойти в номер И с того момента прошло полтора часа Вот, я не знаю, что они делали Где моя Аня? Ань, ты где? Ты где? Аня, ты где? Анют, ты где? Мама тебя совсем не видит Вот она, Аня! Кошечка Любит дома тоже со шторами играть Где Анечка? Где Аня? Где Аня? Где Аня? Сидит, улыбается Я не вижу Аню Я потеряла Где Анечка? Ааа, вот она Аня! Вот она! Опять потерялась Я видел комментарии, что я какая-то сумасшедшая мать, что слишком в чистоте какой-то ребенка держу, но на самом деле это не так Вот тому доказательство Ребенок ползает по полу Да, я конечно походила, попроверяла, насколько здесь грязно, чисто в любом случае Вот Вот Обнимается со шторами Это я никак не проверю Просто я думаю, что их не так уж часто стирают А кто здесь останавливался, вообще не ясно, да? Вот я стою, смотрю в окно Не вижу, не вижу Ничего не так долго идут, а? Мы были уже, мне кажется, в четырех В трех магазинах точно И нигде нет Агуши Да мне казалось, я дофига взяла Может быть, я просто попросила Славу собрать эту Агушу из холодильника на даче уже Может быть, там что-то заныкалось, запряталось, он не увидел Ну что? Короче, какую работу они делали, это вообще шок Их попросили перетащить пианино, представляете? И это еще... Ань Не хотят они смотреть синего трактора Короче, их попросили перенести пианино, представляете? Это же вообще славяна тема такая Вот, ну не знаю, очень надеюсь, что... Ань Такая куколка Так, я не знаю даже где искать, конечно же, никакой Яндекс.Ларф тут нет Ну что ж, ребята, мы зашли уже, я не знаю, в какую по счету магазину Тут тоже не было Аниной Агуши Поэтому мы взяли какую-то альтернативу Тема Не знаю, что Аня подумает Что мы ее за придурка делим Ну просто ребенок-то привык к одному, но, может быть, это тоже самое Потому что там тоже кисломолочная смесь написана В любом случае, у Ани вариантов нет Вот, у нас есть еще баночки мясные, йогурты есть Так что с голоду-то точно не это самое Ну что ж, мы сходили с Аней в душ по очереди Сначала Аня Я ее держала, Слава лил воду, там очень узкое пространство Это было нелегко, мой позвоночник, он Как бы требуется восстановление Вышел с чата Не просто вышел с чата Просто вася, нечестно Вот, зато мы искупали Аню, потому что я ее мазала вонючей фигней, полмаскары Потом я помылась, это было что-то с чем-то А? Дааааа Ну, у них Тёма Слушайте, у вас жарко, пипец Господи, в бане А что вы включите, он же будет сюда дуть, а не сюда Давай А нам нормально? Да нет, давай в почту Я прямо зашла, что с парнем Ну я, честно говоря, так и думаю Ну да, я тоже в кино Что за бред, причем другие агуши-то есть Жалко, что в Орехово я зашла и тоже не было И не спела В магазин забежала, и там Тёма было Ну, они заходили ужинали А вы не ходили? Да, 9 не работают Что, голодные? У меня картошек есть, и бутерброды, колбасасы Вот как я делала, да, помидоры-огурецы Сейчас принесу Давай, мне понравилось И тебе принести? Да Я просто на всякий пожарный купила У меня Боже тоже ничего не ела И Сашка Они по-прежнему успели, а сейчас жрать хотя Мы по-мороженому Пирожное-морожное Я даже не знаю, что они у меня закрыты Я за вторым пока не пойду, мне нужно долго А ты не пойму, мы сразу двоих Чего? Мы сразу за двоими пойдем Нет, нет, девочки Нет Ай, хочешь себе братика-сестричку? Угу Когда я была маленькая, я думала, как же это прикольно сразу двоих родить Всё, у меня таких мыслей нет Нет Вообще Даже не знаю, какие бы эмоции я испытала, если бы узнала, что у нас двойня Самая лучшая Не, ну понятно, что бы я испытала Мы бы сразу няню себе наняли и вообще бы не парились Мне кажется, со вторыми детьми проще Ты чё на меня так смотришь? Тигр Давай отсюда Давай А, щас мама процедит Не-не-не, киш-киш Никакой двойни, бля Дай, всё Я слишком устала, знаю, и мы с тобой вообще в Сори Какой Сори, ты чё? Ладно, расскажи за кадром Вы пианино перетащили? Какой Сори? Сони Вы пианино? Сони? Сони Плейстейшн? Сони Вы перетащили пианино Потом вас попросила другая уже монашка, да? Угу Поухажать садом Смотри, сниму, как-нибудь Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-а-а-а-а Вот Мы там цветочки присаживали Я снял тайм-лапс, как мы это Поделишься, для влога Как мы там это, клали плиточку Угу Занимались ландшафтным дизайном. О, не грусть. Мой маленький. Всё, мы пошли спать. Расскажу вам завтра, как там Тёма, не Тёма. И вообще, какие у нас планы. Ну, смотри, мой зятенький. Вот она. Ань, ты где? Ань, ты где? Мама! Куколка. Аня, где Анечка? Пойдём гулять. Ань, вот иди. Ань, вот иди. Куколка наша. А где эта Анечка? Я не вижу, где она? А, вот она, вот она, вот она. Ой, спряталась Анечка. Аня, выходи. Мама, вот она. Аня, где Анечка? Вот Анечка, вот Анечка. Увижу, увижу. Мама принесла нам бутерброды. Наш ужин. Вон он стоит. В Дивеевском районе в Нижегородской области находится село Дивеево, в котором располагается Серафима Дивеевский женский монастырь. Это очень святое место. Здесь покоятся мощи преподобного Серафима Саровского. И является это место паломничьимским центром. Со всей страны, со всех концов чуть ли не света, туда приезжают паломники поклониться святым мощам. Ребятки, когда я нахожусь в Дивеево, у меня почему-то в душе наступает полный покой. Там так хорошо, не надо никуда спешить. Какая-то информация негативная, ненужная. Все исчезает, все улетучивается. Просто находишься там и благоговеешь. Вот действительно, ну хорошо. И уходить оттуда не хочется. Очень благодатно. И советую всем посетить. И съездить к Серафимушке Саровскому. Пока к нему стоишь, к мощам, можно с ним поговорить. Можно попросить о чем-то. Ну и естественно, молча про себя, что называется. Он все слышит, все слышит. И, как правило, всегда всем помогает. Там замечательные храмы. Очень красивые, замечательные. Везде покой и благодать. Очень святое место. Пожалуйста, приезжайте все туда. Там же, при монастыре, находится канавка Богородичная. Якобы сама Богородица повелела в свое время изрыть эту канавку. И по ней проходят паломники. Молятся, просят у Святой Богородицы помощи и у Серафимушки. Это очень красивое и живописное место. Там очень много церквей расположено. А также там есть святые источники и при них купальник, где можно окунуться. Так, девочки, все, мы уже идем по этой канавке. Как же тут красиво и правда с ума сойти. И что, мама, тут прям долго идти, да? Неужели? Да, она только начало. А я все время думала, что значит канавка. По сути дорожка, а канавка сбоку. Вот так вот все и идут. Прочитают Богородица и его радость. Да. Сто раз надо прочитать. Сто пятьдесят. Сто пятьдесят? Мы уже были в прошлый раз, мы читали. Сто пятьдесят? Ну, я знаю, что муж точно прочитал сто пятьдесят. Угу. Я немножко сбилась за счет. Одной из девеевских святынь является канавка Божьей Матери. По преданию Серафима Саровского, Антихрист не сможет ее преодолеть. Приезжая к Серафиму Саровскому, очень многие люди находят утешение, исцеление, улучшение своей жизни. Там хорошо, там благодать Божья. И Серафимушка всех слышит и всем помогает. И канавку вот эту Богородичную выкопали. И теперь по ней люди ходят с молитвой Богородицы Дева Радуйся. И получают и исцеление, и помощь, и радость в душе. Самое главное, что такое благодать Божья, это когда она наступает в душе. И тебе так хорошо, не хочется никуда бежать, не хочется никуда спешить, ни о чем плохом и тревожном думать. Я на душе хорошо, благостно. Мам, мама, мама, зачем? Ку-ку! Ку-ку, куколька, ку-ку! Хорошенький мой! Спасибо! Так, у меня всего 10% аккумулятора, с ума сойти! И вот наш номер. Мы еще не выезжаем. Мы сейчас пойдем на обед. На минус первый этаж. Нам приходится по лестнице с коляской подниматься. Стой, 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 а коляску? Так, мы сходили на обед, Аня покушала борщ, баночку, и сейчас мы собираемся поехать. Как это называется, Зай? К источнику Серафима Саровского. Да, к источнику Серафима Саровского. Что-то вообще состояние такое, прям уставшим, у меня шея болит. То ли я как-то плохо лежала, то ли застудила кондиционером, я даже не знаю. Аня тут сидит, балуется. А, о боже мой. Ань, просто вы сейчас видели то, что могло быть не очень приятно. Последствием нельзя туда, нельзя. У меня уже крышей хочу добавить. Ой, а на ножку, если упадет, больно будет. Маленький гнёмок спать хочет. Хочешь? Нет. Подача от этого не будет. Я думаю, окунаться мне или нет. Я ни разу этого не делала, и в этой поездке, честно, не планировала. Вот, все мои, наверное, будут. И Слава тоже будет. А Нюрка тоже не будет. На улице плюс 100. А если не брать, то плюс 32, да, Дай? Уже 28. А. 28? Какое предпочитание? А? А что так упало? Может, от города отъехали. Вчера мы заходили в храм, где мощь Серафима Саровского. И там нельзя, конечно же, снимать, как и в любом храме. Хотя я вот вспоминаю, сколько за границей приезжали, всегда всё фоткали, снимали. Ну, нельзя, короче. Я сняла буквально, как мы зашли, и потом попросили выключить. Но сегодня мы были в другом храме. Я его вам тоже показывала. И там я снимала на телефон много. Там вообще никто ничего не говорил, все снимали. Потому что я не знаю. Я подумала, ну, раз все снимают, то я могу снимать, наверное. Вот. Очень, конечно, тяжело в сильную жару ходить вот так вот. Особенно с малышом маленьким, которому тоже жарко. Плюс ещё мошки. Но что поделать. Мы сегодня планируем уже вернуться обратно. Мои родители дальше поедут в Нижний Новгород. Нам тоже предлагали. Я видела сообщение от подписчиков, типа Юль. Приезжайте потом к нам в Нижний Новгород. Мы так вас ждём. Вообще так здорово будет. Я тоже об этом думала, что было бы здорово. Снять оттуда блог. И вообще самоиск побывать там тоже прикольно. Но, честно, сейчас я даже рада, что мы решили не ехать дальше. Потому что я, я не знаю, ну, я так устала в этой поездке. Хотя она такая... Не долгая у нас была, но я правда почему-то так устала. Какие же там? Почему? Ну, день у нас поездка, что-то. Да, ну я... Физически устала. Из-за жары мне плохо. Плюс ребёнок постоянно тоже вот это всё. Я как-то с полной шеей были. Ну, вообще не знаю. И... Ну и просто как-то мы сейчас... У нас вообще не было в планах вот этой поездки. Это моя мама нам предложила. И мы такие, ну, класс. Типа поехали. Вот. А мои родители-то дальше поедут. А мы вернёмся сегодня на дачу. Почему мы должны сначала вернуться на дачу? Потому что нас там ждёт наша вила. Вот источник преподобного Серафима Сарусского. Так, ну что ж. Всё, мы попали на территорию. Тут очень красиво. Красиво. А Людочка спит. Мы её укрыли. Всякими сетками москитными. Так что вообще красота. Рыбка плещется в пруду. Как красиво. А вообще... А где вы будете? Просто миллиард мошек. Не могу дышать, открывать рот. Они залезают на неё в рот. Так, я пошла снимать, как Слава купается. Затерпимо? Точно бабушка закалённая. А что, далеко надо идти прям? Смотри, типа. Ой, молодец. Давай, зая. Ты снимаешь? Угу. Смотри, смотри, смотри. Зая, зая, зая. Ух, ух. Ух, зая. Ну вы красавчики. Вообще, мне не... На солнышко надо. Мне не стоит? Мне не стоит? Ой, коллина, да? Меня не пускают туда. Все подумают. На, зая. О, боже. О, боже. Очень холодно. Кстати, второй раз легче будет. У меня как будто ноги, вообще, знаете, как будто вы педуралку сделали. Все, я уже сухой, блин. Мама отгоняет мух. Вода очень холодная. Короче, вы представляете, тут вода 4 градуса всегда. То есть сейчас на улице, там, грубо говоря, 30 градусов, а тут всегда такая температура. Ну, реально очень холодно. Мне нравится, что я ножки окунула. По ощущениям, как будто мне сделали эпидуральную анестезию, у меня ноги отнялись. Типа стали такие ватные. С ума сойти. Но сейчас уже нормально. Я думаю, что это первое только время такое. Прям холодрыга. Потом уже ничего. Вот жалко мошки. Я не могу их не комментировать, но это правда кошмар. Мошли? О, бешмель. О, 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 о. Молочина. Мам, я даже по боку не могу. Так, мы уже отсюда уходим. Слава там стоит, фоткает. Красота, конечно, вообще. Как же красиво. Я бы хотела здесь задержаться подольше, погулять по территории. Там, по-моему, еще куда-то дальше можно пройтись. Но эти мошки, это просто... Кто здесь был во время, когда здесь были эти мошки? Как вы понимаете? Мне кажется, меня уже всю искусали. Я чувствую, что меня и в ухо покусали. У меня там и чешется, и все. Сейчас поедем. Что ж, что ж, что сказать. Мы заехали на заправку. Надеюсь, там будет хороший вкусный кофе. Слава выключил машину. С нами едет мой брат. Он решил не ехать с родителями в Нижний Новгород. Потому что, по-моему, это... Хотела только моя мама. Туда поехать. Да. Ох, сейчас помимо огонь. Кошмар. У нас еще дома только один кондиционер. Ехать нам сейчас 5 часов домой. Пять. Это как в Дубай полететь. Я чувствую себя очень грязной. Из-за того, что потная. Уставший. Вся искусственная. У меня все чешется. У меня чувство, что у меня просто во всех отверстиях эти мошки. Как он мог взять? Уйти. Нам не включить машину. Он не понимает, как нам тут плохо. Я так хочу кофе. Мечтаю о кофе. Вообще, мечтаю проснуться дома в Москве. Своей комфортной кроватки заказать лавку, кофеечек. Блаженство. Заказать Анюте ее любимую огушу. Скажи, хочешь огушу? Хочешь? Давай мама тебе другую даст. Куда папа это все делал? Слава бежит, смотрю по его лицу. Наверное, понимает, что он наделал. Зачем нас оставил без кондиционера? Мы тут вздыхаем. У меня все спинопотные. Заведенную машину нельзя оставлять. В смысле нельзя оставлять? Заправился, а потом заведи. В смысле, да. Заправился, а потом заведи машину. Посмотрите, какая дорога. Просто красота. Еще и хорошая дорога. Да. Так что с кайфом, с кофеечком едем. Болтаем. Смотрите, сколько мошек. Это просто кошмар. Что что у нас внутри? Всем привет. О, мы едем. Мы поехали. Мы тут стоим, мне кажется, час. На. Нам осталось ехать всего-то 3.40. А, не хочется поспать. Три часика. Короче говоря, мы потеряли полчаса на этом переезде. К нам залетела огромная муха. Ну ладно. Она там далеко. Короче, все. Едем домой. Нам 3 часа 20 минут. Я хочу на этом с вами попрощаться. Надеюсь, что вам понравился этот блог. Ань, что вытворяешь? Вот. Домой. Хочу домой. Да, ты едешь домой. К Вивочке. Улыбочка. 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 Давай, хлопай. Тик-тик-тик. Тик-тик-тик. Улыбочка. Все, ребята. Всем пока-пока. Спасибо, что смотрели этот блог. Улыбочка.